Вчера первый день соревнований и после пяти видов у нас лидер Алексей Касьянов из Украины, известный украинский десятиборец в очень приличной форме. Вчера очень здорово боролся с соперниками и вот сейчас он лидер, правда опережает он Михаила Дудыша из Сербии всего на 35 очков, но естественно вся борьба впереди, но вот сейчас давайте на беговую дорожку 110 метров с барьерами. И из участников этого забега, наверное, обратив внимание на Мартина Роя из Норвегии, он сейчас идет пятым в таблице очков, 4105 очков он набрал, 129 очков он проигрывает Алексею Касьянову. Ну вот Мартин Роя по шестой дорожке норвежец, Ханс Ван Альфин бельгийц вторая, Ларс Викан Райсе норвежец третья, Рене Штауп немец четвертая, Кристиан Розенберг эстонец пятая, Мартин Роя, как я уже сказал, шестая дорожка, Флориан Джефруа француз седьмая и Маркус Нильсон из Швеции на восьмой дорожке. Ну, ребята чуть-чуть сейчас уже проснулись после первого фальстарта, я думаю, и борьба начнется с новой силы, десятиборцы пускаются в сложный свой путь второго дня соревнований. Рой, хоть и сейчас находится на пятом месте вчера, после некоторых видов он был даже лидером соревнований, так что этот парень может еще себя показать, и пятое место совсем не его место. Да, 24 года этому парню, он из Норвегии, его личный рекорд на этой дистанции 15-35, ну не очень уж быстро. Сейчас он ушел со старта, как и все остальные, естественно. И вот какая неудача, хорошо, хорошо бежал, по-моему, это был француз Джефруа, да, и вот, видите. Ну и к тому же, видите, для десятиборцев, конечно, посмотрим, как будет в других забегах, но ветер минус 2,3 для десятиборцев на барьерах, это очень, конечно, такое дополнительное испытание сложное. Поэтому результаты не будут очень высокими. Конечно, такая действительно реальная техническая ошибка была у француза, и он практически, ну, завершил теперь уже, наверное, борьбу. Но мы уже говорили вчера, что несмотря на то, что десятиборцы могут не набрать очков ни в одном виде, вчера, помните, да, и в прыжке в длину было там три заступа у одного из спортсменов, и сейчас вот Джефруа не закончил дистанцию, и у него не будет ни одного очка. По правилам соревнований он может продолжать дальше соревноваться, и теперь только его личное решение и решение его тренера. Естественно, он будет советоваться с тренером, и они придут к выводу, продолжать ли им борьбу или нет. Да, ну, именно это я имел в виду, говоря о том, что, да, наверное, он закончил борьбу, потому что даже бороться за какое-то, ну, там, относительно высокое для себя место или какие-то личные достижения, конечно, при такой потере уже не приходится. Маркус Нильсон выиграл этот забег 14.97. Ну, если говорить о нем, то для него это совсем неплохо, но вот... Продолжение следует...